Военная обстановка в Сирии 23 октября 2017 года 22 октября поддерживаемые США сирийские демократические силы СДС объявили о том, что в восточной части провинции Дер-Эс-Зор ими был установлен контроль над нефтяными месторождениями Амара на восточном берегу реки Ефрат. Один из официальных представителей СДС, Лилва Аль-Абдала, в своем заявлении сообщил о том, что СДС, цитирую, «смогли освободить месторождение без существенных потерь». Кроме того, лояльные СДС-источники заявили о том, что СДС установили контроль над крупным участком территории к северу от месторождений, включая населенные пункты Таиб-Аль-Фаль, Аль-Кусайрия, Аль-Хурайза, Шухейль и прочее. 23 октября официальный представитель коалиции во главе с США полковник армии Райан Дилан заявил в Твиттере о том, что СДС застали террористов ИГИЛ врасплох, в результате чего у последних не было времени, чтобы уничтожить инфраструктуру. Между тем, по данным сирийских источников, СДС заключили соглашение с действующими в районе нефтяных месторождений боевиками ИГИЛ. И единственной целью новостной кампании, показывающей стремительный прогресс СДС, является вскрытие данного сотрудничества. В пользу данной версии говорят отсутствие фото и видео с мест событий, а также тот факт, что нефтяной инфраструктуре не причинен никакой ущерб. 22 октября расположенная в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о том, что СДС и ИГИЛ в настоящий момент пытаются заключить беспрецедентное соглашение, которое позволит поддерживаемому США формированию установить контроль над восточным берегом реки Ифрат. Данные переговоры, которые по слухам проходят при поддержке связанных с ИГИЛ местных племен, могут расширить перешедшую под контроль СДС территорию между деревнями Хишам и Хаджин. Сирийская обсерватория по правам человека занимает резко антиправительственную позицию. Таким образом, едва ли можно ожидать, что данная организация распространяет подобные сообщения в поддержку так называемой пропагандистской кампании Асада против СДС. Между тем, Сирийская арабская армия и ее союзники при поддержке ВКС России провели наступление к юго-востоку от города Аль-Мейдин, освободили деревни Макхат и Курият и продвинулись к деревне Аляшара. Наступление проходило при напряженных боях против действующих в данном районе отрядов ИГИЛ. Кроме того, сообщалось об активных боестолкновениях между Сирийской армией и ИГИЛ в районе острова Сакр возле города Дер-Эс-Зор. Лояльные правительства и источники распространяют информацию о том, что активное участие в операции в данном районе будут принимать отряды Сирийского армейского спецназа Силы Тигра. Однако не похоже на то, что сирийские военные смогут одновременно развивать крупномасштабную военную операцию на территории города Дер-Эс-Зор, а также проводить бросок в направлении на город Абу-Камаль. Редактор субтитров А.Семкин